В эфире Петровка 38, студия Александр Белогуров. Здравствуйте. На юге столицы оперативники задержали банду вымогателей, которые использовали в своем деле не шантаж, а насилие. Злоумышленники сбивали свою жертву в его собственном доме и требовали ни много ни мало 6 миллионов рублей. Потерпевший в итоге сдался, однако вскоре сдались и злоумышленники. Илья Кремнев все расскажет. Эти четыре горячих южанина идут в развалочку. Один из них настолько уверен себе, что закуривает папироску и вместе с ней заходит в подъезд. А вот их уже семеро. Трое других подельников поджидали квартет уже в здании. Один немного отстал, что-то увлеченно разглядывая в телефоне. Все случилось в этом здании на автозаводской улице. Семеро мужчин вломились в апартаменты. Жертвы со словами «гони 6 миллионов рублей, ты нам должен». Жертва с этим не согласилась. Тогда они стали избивать мужчину. Экзекуция длилась два дня. Наверное, это были самые длинные двое суток в жизни пленника. А вот вымогатели введут его на улицу, где посадят в автомобиль и будут возить по городу, вновь избивая и запугивая. В конце концов, мужчина сломался. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявитель позвонил своему знакомому и попросил перевезти денежные средства. После поступления 10 тысяч долларов на указанные соучастниками счета незнакомцы отпустили потерпевшего и скрылись. А мужчина обратился за помощью к нашим сотрудникам. Это задержание одного из вымогателей. Дверь пришлось ломать. Уж очень ему не хотелось открывать оперативникам. Позже задержали и его подельников. Всех заключили под сражу и обвинили в вымогательстве. Илья Кремнев, Петровка, 38. Им очень нравился один единственный московский магазин. Они регулярно все вместе туда приходили и даже не думали, что придет время за это расплачиваться. Спецоперацию по задержанию дерзких бандитов провели столичные полицейские. На пол! На пол! На пол! На пол! Руки за пол! Точно такие же недружественные визиты люди в форме нанесли и подельникам этого мужчины. А одного из них задержали прямо на улице. Установлено, что злоумышленники в вечернее время неоднократно врывались в сетевой магазин на Яхромской улице. И, угрожая сотрудникам ножами, открыто похищали товар, принадлежащий организации. После чего скрывались на автомобиле. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. Стражи порядка задержали троих подозреваемых. Гостей столицы в возрасте от 30 до 39 лет. Один из которых ранее уже был судим. Полицейские не исключают, что троица причастна к другим грабежам и разбойным нападениям. А сейчас отправляемся в столичный район Ясенева. Наш корреспондент Максим Ларин всю ночь провел на дежурстве с местным патрульным экипажем. Угон автомобиля, праздник под открытым небом. И фантастические видения мужчины, которые способен наблюдать только он один. Время традиционной рубрики на земле. Мы даже не думали, что может быть такое. Это что надо бы сделать с автомобилем, чтобы он вот так вот хлопнул. Эта женщина и ее супруг хотят вычеркнуть из памяти события последних нескольких часов. Свою иномарку они оставили на станции техобслуживания, но машину оттуда угнали и разбили. По словам заявителей, машина под капотом раскурочена практически полностью. Ехать она не может. Заявители утверждают, что это дело рук угонщика. Как выяснилось, им оказался сотрудник техцентра, где машина находилась на ремонте. Его задержали инспекторы ГИБДД, когда пьяный он ехал по Кутузовскому проспекту. В чужой автомобиль, словно в свой собственный, угонщик садится прямо под камерами видеонаблюдения. Заводит двигатель и спокойно уезжает. А эти кадры сняли владельцы машины. Не скрывая эмоций и не стесняясь в выражениях, они оценивают последствия дерзкой выходки молодчика. Масло вообще на нуле. Патрульные Алексей Едыков и Андрей Русаков принимают у потерпевших заявление. Пьяному угонщику грозит уголовная ответственность и реальный тюремный срок. Ульца Голубинская, 13.41, за домом. На парковке шумит компания. Молодежь резвилась под открытым небом. Максим. Максим. Угу. Николаевич. Некоторые представители этой компании при виде патрульных бросились на утёк, но полицейские их догнали. Молодым людям только и остаётся, что оправдываться. Мы же до 11 шумели, по сути. У меня день рождения сегодня. Ну, поздравляем. Спасибо большое. Если надо уйти, мы уйдём. Уходить не надо, но вести себя следует тихо. И никакого алкоголя напоминают стражи порядка. И предупреждают. В случае повторного нарушения всех участников праздника заберут в отдел. Мы возвращаемся на маршрут и сразу же получаем сообщение о новом происшествии. Стоит подозрительный автомобиль «Газель». Литовский 6, корпус 2. Этот грузовик припаркован рядом со школой, что само по себе не кажется подозрительным. Но полицейские должны в любом случае удостовериться, что машина не находится в угоне. Сейчас они это проверят с помощью планшета. Меньше чем через минуту на экране появляются данные из полицейской базы данных. Проверка показала, что автомобиль находится не в угоне, не найден в розыске. У вас есть предположение, почему машина может быть подозрительной? Потому что на кузове один госномер написан, а по факту номерные знаки другие. Это такая бдительность граждан получается? Скорее всего, да. По словам патрульных, бдительность – это главное в их работе. Вот, например, во дворе стражи порядка замечают странную картину и реагируют автоматически. Первая стресска на эту, вторая стресска на эту, третья стресска, вон там на дворос. Багажники трёх машин раскрыты настежь. Мужчина что-то перекладывает из одной машины в другую. Говорит, что занимается установкой музыкальных колонок. Дневное время лучше. Патрульные проверяют документы, убедившись, что это не угон и не кража запчастей, выезжают на новое происшествие. В квартиру этого мужчины вломились неизвестные. Кто? Я не знаю. Просто открыто окно на кухне, на всю. Потом прихожу, закрываю, через 5 минут она опять открыта. Владелец квартиры мечется из угла в угол и твердит о присутствии таинственных незнакомцев. Вы как себя чувствуете вообще? Подождите, гражданин. Чувства у гражданина обострены. Он не находит себе места и своими подозрениями спешит поделиться с самым близким человеком. Эй, проснись, что происходит? Почему открыто? Какие-то люди здесь ходят. Есть кто-то еще в квартире? Есть. Быстрее. Здрасте. Быстрее. Что? Это ваш муж? Что происходит? Перепуганная не на шутку женщина просыпается моментально. Ее супруг тем временем продолжает поиски в самых необычных местах. Подними кровать. Слушай, я видел, как открывались окна. Поднимай. 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 Мы несколько раз обошли вместе с сотрудниками полиции всю квартиру. В ней, кроме хозяев, нет никого. Психическое здоровье мужчины сейчас под сомнением. Патрульные принимают решение доставить мужчину в отдел. Мы доставили гражданина в отдел, так как заподозрили, что он находится либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Что дальше будет делать дежурная часть? Принимать решение, скорее всего, о свидетельствовании. Таким образом, до утра мужчина пробудет под присмотром правоохранителей. Максим Ларин, Денис Сорокин, Петровка, 38. В Подмосковье стражи порядка задержали очень предприимчивого мужчину, а вместе с ним и всех его подчиненных. Злоумышленник арендовал большой дом и открыл в нем швейный цех. На работу нанимал исключительно мигрантов-нелегалов. Предоставил им крышу над головой и пообещал хорошую зарплату. Вот только выплачивать ее не торопился. Алексей Коноплев о незаконном сотрудничестве. Комната завалена одеждой в разной степени готовности. И это самая маленькая часть большого производства. Всего два станка. А вот основное помещение круглосуточное и бесперебойно здесь шили одежду вот эти милые люди. По предварительной информации, злоумышленник в арендованном им частном доме оборудовал цех по пошиву одежды. Через интернет он подыскал рабочий персонал, состоящий из нелегальных мигрантов, и поселил их на швейном производстве. Иностранцам не привыкать быть в тесноте, но на бизнесмена и эксплуататора они не в обиде. 24 мигранта из Юго-Восточной Азии плечом к плечу шили, ели и даже спали. Что они там делали? Что производили? Защивали детские одежды, черта, футболки. Вы это все организовали? Вы как работодатель были? Да, да. Зарплату платили? Нет, только мы с 2 апреля начали же. А проживали граждане? Проживали граждане на месте. Постояльцы гордо называли свой дом фабрикой, но признаваться в том, что они здесь работают, нелегалы не спешат. Честно, я там в фабрике не работала. Я только приехала почти 10 дней. Теперь основателю фабрики за организацию незаконной миграции грозит до 5 лет лишения свободы. Не удастся избежать наказания и работникам цеха, но не всем. Выяснилось, что у двоих из 24 иностранцев с документами все в порядке. Зачем они соглашались на такие условия труда, непонятно. Зато известно, что ждет теперь остальных мигрантов. Каждый из них заплатит штраф по 5000 рублей и отправится на родину. Алексей Коноплев, Денис Бушуев, Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеобзоре криминальных происшествий. На западе столицы наркополицейские с поличным задержали торговца марихуаной. Мужчина в подъезде собирался делать закладки. При обыске у него обнаружили уже расфасованные 10 граммов зелья. В квартире злоумышленника полицейские обнаружили весы, упаковочный материал и еще около 80 граммов запрещенного вещества. А в Пермском крае по подозрению в сбыте наркотиков полицейские задержали пятерых местных жителей. Роли в банде были четко распределены. Одни принимали заказы в интернет-магазине, другие делали закладки. Возбуждено уголовное дело. В Краснодаре перед судом предстанет 53-летний местный житель за производство, хранение и сбыт сигарет без маркировки. Мужчина приобрел станки и открыл цех. Готовые партии контрафактного табака предприниматель хранил на складе и собирался продавать оптом. Во время обыска экономические полицейские изъяли почти 900 тысяч пачек сигарет известных марок на 5 миллионов рублей. Власти Москвы вручили сотрудникам транспортной полиции 4 гидроцикла для патрулирования столичной акватории. Более того, в этом году на помощь стражам порядка впервые пришел водный патруль. На презентации новой техники побывал наш корреспондент Денис Бушуев. Сезон навигации открыт, а значит у водной полиции началась горячая пора. К тому же летом в Москве планируется запуск нового общественного транспорта – речных трамвайчиков. Стражи порядка в полной боевой готовности. Ядрокостюм, спасательный жилет, шлем, очки и гидроциклы – подарок мэрии Москвы. Люди должны чувствовать себя безопасно как на самой реке, так и на различных пристаних, площадках, северном речном вокзале. Скоро возможно откроется южный речной вокзал достаточный. Ну и транспортная полиция, она будет делать все возможное, как говорится, вместе с коллегами из территориальных органов, для того, чтобы обеспечить безопасность и жителей города Москвы, и всех туристов, приезжих. Мэром Москвы принято уже с 2012 года программа, направленная на поддержку и наших коллег из правоохранительного блока, поддержку в первую очередь направленную на оказание помощи в виде техники, информационных ресурсов, специальных технических средств, для того, чтобы координация работы правоохранительных органов и структур правительства Москвы в области транспортной безопасности была на самом высоком уровне. В этом сезоне к стражам порядка впервые присоединится водный патруль. Зелёный катер будет фиксировать нарушения, а два синих эвакуировать сюда на спецстоянке. И, конечно, от полицейских на аквабайках нарушителям не скрыться при всём желании. Это мобильность, скорость выхода в акваторию. Это самое важное. То есть большой катер пока заведёшь, не успеешь, грубо говоря, подъехать на место происшествия, которое необходимо в экстренном режиме прибыть. Нести службу на гидроциклах будут самые опытные полицейские. Нарушитель не пройдёт, а вернее не проплывёт. Ещё бы с такой-то техникой. Гидроциклы разгоняются до 100 км в час меньше, чем за 4 секунды. Максимальная скорость – 120 км в час. Ну а о манёвренности этой техники и говорить не приходится. Как говорится, лучше один раз увидеть. Стражи порядка устроили для гостей показательные выступления. Великолепная четвёрка в деле. Бегущие по волнам. Полицейские уже в ближайшее время заступят на дежурство. Денис Бушуев, Сергей Емельянов, Петровка, 38. А у меня на этом всё. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова